привет дорогие друзья с вами Наталья Ксенчак это канал не модно о моде сегодня говорим об обуви с квадратной подошвой и я думаю уже не секрет что сезон весна-лето 2021 нам запомнится именно обувью с квадратной подошвой я считаю что это очень классная форма она мало того что очень стильно выглядит она достаточно физиологично для нашей с вами ноги в отличие например от обуви заостренным носком под который буквально приходится подгонять свою ногу многим может вспомниться что обувь с квадратным носком с квадратной подошвы она была популярна в 1990-х однако известна она еще с древних времен одним из самых ранних примеров обуви с квадратными носками являются японские гетто и зори которые были в обиходе еще около 300 года нашей эры носили квадратные носки и на территории современной европы например в лондоне были найдены детские туфельки на толстой подошве которые датируют первым или вторым веком нашей эры это времена римской британии одним из первых задокументированных фактов ношения обуви с квадратным носом можно считать портрет короля англии генриха восьмого картина была написана в 1537 году художником гансен гольбином и обувь на ней гармонируют с прямоугольными линиями тела короля туфли с квадратными носками стали особо популярны в начале 17 века среди простых европейцев 1610 1620 годам носок обуви стал квадратным после длительного периода заостренной обуви например на картине начала 1630 годов изображен генри рич первый граф холланда на нем туфли с квадратным носком и удлиненной подошвой под каблуком создающие калошу на плоской подошве чтобы обувь не погружалась мягкую землю начиная с 1770 годов небольшой квадратный мысок носили преимущественно мужчины в то время как женская обувь была заостренной квадратная форма вернулась в женскую моду только к началу 19 века тогда в моду вошла тонкая изящная обувь балетки они были столь непрактичными что могли изнашиваться после одного дня носки а иногда девушки брали по две пары на балл такими хрупкими были балетки подобные обувь с квадратным мыском можно найти на портретах жозефины багарне жены наполеона бонапарта и других мойниц эпохи ампир но особенно обувь с квадратным мыском была популярна в эпоху романтизма и второго рококо в 1830-1840 годах небольшие туфельки на ленточных завязках вдохновленные балетными пуантами смотрелись миниатюрно на фоне пышных юбок и объемных рукавов что же касается двадцатого века то квадратной формы вернулись в моду только в 1930 годах это это был очень небольшой аккуратный мысок вернулся он в моду только в 1960 годах становясь все шире ко второй половине десятилетия селин диор и в сен-лоран те знаменитые модные дома делали обувь с квадратным мысом например модели в 1965 году демонстрировали знаменитую коллекцию мандриан и в сен-лорана в обуви рожевевье это были черные лакированные лодочки с квадратными пряжками которые в америке прозвали пилигримские туфли в честь ботинок с пряжками которые носили так называемые отцы пилигримы англичане протестанты которые прибыли в 17 веке на поселение в северную америку затем в моду вошли остроносые туфли лодочки причем на высоких каблуках а в 1980 годах квадратные формы обуви стали визитной карточкой авангардных дизайнеров например 1981 году вивьен вестфуд представила пиратские сапоги намек на обувь начала 17 века а в 1984 году авангардистка рэй кавакоба из ком де гаксон и смело играла с резкими прямоугольными силуэтами это был дерзкий вызов женской моде того времени идеями рэй кавакоба вдохновился мартин марджелло который в 1988 году представил один из самых странных фасонов обуви таби хотя такая форма судя по названию также стала европейским переосмыслением традиционных японских носков таби которые носились обувью гетто которых я рассказывала в самом начале то есть это была самая древняя обувь с квадратным носом затем 1990 годах случился настоящий бум квадратной обуви причем это были отсылки к самым разным историческим эпохам обувь могла быть как несуразно громоздкой так и излишне утонченной квадратный мысок мог быть как сравнительно небольшим так превращаться в подобие кирпича летом же 2021 года подобная обувь превратилась в стильный и удобный вариант квадратная подошва будучи анатомически приближенной к форме ступни смотрится на ноге гармонично и эстетично в отличие например от закругленной если понравился ролик то ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем пока